У Таджикистана есть нереально большой потенциал, только если правительство и Мамари Рахмон его не профукает. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Согласно опубликованному ежегодному докладу Всемирного банка по экономике Таджикистана в 2022 году, несмотря на региональную нестабильность и глобальную инфляцию в Таджикистане, наблюдался серьезный экономический рост и рекордно низкая инфляция. Экономическая активность страны поддерживалась потоками денежных переводов и расширением секторов, услуг и промышленного производства, что привело к росту реального МВП на 8% в 2022 году. Согласно докладу, внешняя позиция Таджикистана оставалась сильной благодаря денежным переводам мигрантов. При этом международные резервы страны резко увеличились и покрывают более чем 9 месяцев импорта. Тем не менее, по причине высокого уровня необслуживаемых кредитов, долларизации и высокой зависимости от неэффективных государственных предприятий, финансовый сектор продолжал испытывать трудности. Малые и средние предприятия по-прежнему сталкиваются с проблемами при получении финансирования из-за высоких процентных ставок и высоких требований к залогу. В докладе подчеркивается, что осмотрительная денежно-кредитная политика Таджикистана и повышение обменного курса способствовали достижению самого низкого уровня инфляции в регионе. При этом инфляция потребительских цен снизилась до 4,2%. Это значительно ниже по сравнению с двузначными темпами инфляции, наблюдаемыми в других странах региона. В докладе также указывается, что несмотря на ожидания роста экономики Таджикистана в 2023 году на уровне 6,5% и 4,5-5%, в среднесрочной перспективе страна остается весьма чувствительной к внешним и внутренним потрясениям, таким как геопилитическая неопределенность в регионе и медленное осуществление структурных реформ, особенно в отношении эффективности государственных предприятий и динамизма частного сектора. Для достижения целей, изложенных в национальной стратегии развития до 2030 года, Таджикистан должен устранить барьеры, которые мешают его потенциалу экономического роста и препятствуют созданию устойчивых возможностей для высококачественной занятости, отметил Азан Севимли. Постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане. Несмотря на предыдущие усилия по реформированию, имеются широкие возможности для улучшения, что позволит стране перейти от статуса реформатора к статусу страны с передовыми показателями деятельности на практике. В данном докладе об экономике Таджикистана подробно рассматриваются трудности, с которыми сталкивается частный сектор, который характеризуется низким уровнем входа новых компаний, их низкой производительностью и ограниченной интеграцией в международную торговлю. Деловая среда не воздает должное более эффективным компаниям или компаниям с самым высоким потенциалом роста. Как отмечается в докладе, для повышения динамизма частного сектора в Таджикистане необходимо устранить барьеры на пути конкуренции, усилить нормативно-правовую базу для привлечения инвестиций, а также усовершенствовать меры торговой политики и содействия в торговле. В настоящее время Всемирный банк в Таджикистане финансирует 26 проектов на общую сумму более полутора миллиарда долларов. С 1996 года Всемирный банк предоставил более 2,8 миллиардов долларов в виде грантов, льготных кредитов и целевых фондов для Таджикистана. Всемирный банк намерен и впредь оказывать поддержку стране, стремящейся повысить уровень жизни и удовлетворить чаяния своего молодого и растущего населения. А как вы думаете, возможно, что Таджикистан в ближайшем времени возьмется за голову, точнее, правительство нашей страны и выведет на новый уровень, более эффективный и прибыльный, и что таджики смогут жить в достатке? Или с нашим нынешним правительством, какой бы потенциал у нашей страны не был, ничего не изменится? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!